Да, но что ты можешь снять? Дейбрейкер, как я и сказал выше, это темное альтер-эго и принцессы Селестии. Появляется в серии седьмого сезона «Королевская проблема» в снах Старлайт, где она сражается за власть с лунной пони. Биография Дейбрейкер. Она появляется во сне Старлайт, я повторю в третий раз, и Дейбрейкер пытается уничтожить лунную пони и принцессу Селестию. Старлайт плачет от безвыходности. Тем временем, Селестия защищает ее от ударов Дейбрейкер. Сама же Дейбрейкер злорадно усмехается, говоря, что она захватит этот мир и будет править им, на что лунная пони реагирует соответственно отрицательно и бьет ее мощным потоком магии. Дейбрейкер отлетает недалеко. Она также запускает в лунную пони поток магии. Тем временем, принцесса Селестия мирится с принцессой лунной, и Дейбрейкер исчезает, напоследок говоря, что ее не победить, и вскоре она вернется. Также исчезает и лунная пони. Суперспособности. Она, Дейбрейкер, может дышать огнем. Может создать и выстрелить магическим алым лучом света. Магия точно такая же, как и у Селестии, но только куда агрессивнее. Интересные факты. Она является темным альтер-эго Селестии. В четвертый раз, я вам это повторяю, это очень интересный факт. Дейбрейкер, возможно, вернется, так как был на это намек. Как ни странно, враждует с лунной пони, несмотря на то, что является ее родственницей. И ее, возможно, не существует, ведь в мультфильме это было во сне. Наверняка это просто фантазия Старлайт. Что перекрыло бы все то, что я рассказывал ранее, ведь обсуждать сны это так увлекательно. Она имеет суперспособности. Дейбрейкер не раз уже упоминалась в комиксах о МЛП. Также она и сама появлялась там не раз. Пересказ момента из серии с Дейбрейкер. Дейбрейкер пытается заставить Селестию отречься от дружбы с Луной и борется с лунной пони. Селестия и Старлайт оказываются между двух огней и последняя побаивается, что из-за нее судьба Эквестрии поставлена на карту. Используя силу мира снов, Селестия наблюдает за кошмаром Луны, в котором она боится еще больше огорчить школьных жеребят. Тут появляется Селестия и уводит Луну из кошмара и приводит в сон Старлайт, где Луна замечает борьбу между лунной пони и Дейбрейкер. Пока Старлайт продолжает отчаиваться, Луна говорит своей сестре, что она и только она может остановить кошмар. Селестия сомневается. Она признает, что ответственности Бремя у Луны сложнее, чем у нее. В том же насчет Селестии признается и Луна и оказывает ей поддержку. С доверием своей сестры Селестия вмешивается в конфликт лунной пони и Дейбрейкер. И в конце концов успешно рассеивает кошмарные сновидения. А вот и все. Приятно было снова поговорить с вами, рассказать вам что-то из уже известного. И да, сегодня был не такой уж и длинный ролик, так сказать. Если что, заходите в группу ВКонтакте. Она будет в описании к видео, скорее всего. Как там Саня решит, я не знаю. Будет. Должна быть, она везде есть. И всем удачи! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!